Лучше пусть девочки себя так ведут, чем они тебя кроют такими словами, что ты сидишь такой, тебе 48 лет, ты даже не знаешь таких слов, лучше пусть они друг другу сердечки шлют. Ну ладно, мы тем временем прогружаемся все-таки на Люксвильд, дорогие друзья, ну и оборона, оборона для команды Иксгод, это совершенно не есть хорошо для команды NoSkilledWomen, поскольку если здесь первую половину действительно проигрывают со счетом 5-0 команде Иксгод, то смена сторон пройдет действительно очень жарко, и либо они возьмут в ответку 5-0, либо они здесь отправятся отдыхать спокойно уже на сегодняшний игровой вечер. Откинуты ХАЕшки, опять же пытаются делать раскид под ковры, пытаются делать раскид под девятку, но довольно все статично в обороне, давайте за Лерой посмотрим, так, здесь уже триггер в руках, плюс МЛ на халпе, но я так понимаю дроп под Дакоту будет, дроп под Дакоту закидывают ХАЕшками и алкоголичка, выход будет или нет? Эть! Под Дакоту опасно вообще-то выходить? Но у нее уже 37 хп, они, видишь, они здесь по принципу толпой угрозят даже льва, они просто толпой летят вперед на свою соперницу, Дакоту закидали, мало того, чтобы они накинули дамага, еще и ХАЕшками откинули. Атланты тем временем выходит на перестрелку, есть информация, что снайпер работает по 7, но тем не менее не было информации, куда будет дальнейшее смещение Лера, остановись! Я, к сожалению, это видел со стороны соперниц, которых она убивала, но тем не менее это не отняло какой-то красочности. Трипл килл Лера молодец и Дикая Киса тем временем пытается выходить, выходить как раз-таки под позиции НТ. Есть информация Атланты, ХАЕшка великолепная, но заивейдила, заивейдила Венера. Будет ли выход под Мел на верхнюю тумбу или нет? Мел сидит, Мел сидит себе спокойно под нубкой, чекнут ее навряд ли. Давайте пока за ней посмотрим. Она слышит смещение Венеры. Венера не чекает нубку, она даже не предполагает, что соперница может находиться где-то в районе восьмерки. И Тап спокойно на контракт за ней, перед этим отдала информацию своим тиммейткам, но и Дикая Киса осталась одна против троих. Атланты играют на развод выстрела снайпера, но здесь уже смещение. Есть информация, что снайпер практически в упор работает. Кимпа полетела, ой, кимпа полетела, ну да, кинула кимпу и ладно. ХАЕшка полетела, есть минус и Тринити добивает свою соперницу, это 1-0. 1-0, но смотри, вроде как начали раунд аккуратно, раскинули гранаты, все хорошо. Где провалились? Понятно, что в стрельбе немного не хватило, но в целом позиционку как отдали? Их просто за Аркадию Валера. Просто Лера такая батька. Да. Она просто вышла на нежданечку и все. А ее даже никто не ждал. Ну да, я согласен, что здесь проиграли именно прикрытие, наверное, да, то, что здесь Лера вышла на эту перестрелку. И просто никто не говорил спину, точнее даже бок, да, своим тиммейтам. Откинуты ХАЕшки, откинуты смоки на позиции выхода четверки, выхода верхней тумбы. Но пока что здесь опять только подошли. Подошли на упор, вроде как и по пикселям готовы поработать. Но, тем не менее, пока что спокойно сидят себе, никто никуда не дергается. Хотя вот дроп у нас имеется. Дроп имеется и Дакота в этот раз принимает решение сыграть аккуратней. Она пытается отыгрывать непосредственно от бокса, но, тем не менее, Клефа вылетает, сразу же ставит ей пачку и Атланта разменялась. Атланта разменялась, но под позициями Аплэнта все довольно печально. Мэл выходит на перестрелку, Амелия ее добивает. Кстати, вот Амелия или Эмилия? Эмилия. Эмилия, да? Не Амилия. Ну, я подумал, какой красочный губ, Амелия. Ладно, ладно. Тем временем, Тринити справляется вместе со Атланта и даблкил имеется. Да, конечно, на лол хп остались, но все-таки 2-0. Попытка была неплохая. Попытка от НСВ была неплохая. Хороший дроп на нижнюю тумбу, занятие Аплэнта. Удержание хромает. Удержание именно фонсайта проходит очень тяжело. Да и в целом, второй раунд идет у команды NoSkillItWomen. Он неплохо поначалу, но вот мидгейм страдает ужасно. Они вроде раскидывают хаешки, они вроде как дают дамагы. У них есть информация, они находят опенфраги. Но, тем не менее, в дальнейшем они просто не справляются с парой тиммейта команды XGOT. Вот та же Тринити и та же Лера. У них уже по 4 фрага за 2 раунда. То бишь, как минимум, по дабл кило они дают. И плюсом Аплэнта еще дает фраг. Но это в среднем, да, если вести среднюю математику. Понятно, что здесь кто-то где-то выполнил трипл кило, кто-то выполнил дабл кило и так далее. Но ладно. Давайте смотреть. Верхняя тумба, не знаю, мне кажется, для девчонок эта точка в принципе смерти подобна. Узкое пространство, Си-5, два ствола играет на прием. Но здесь ХАЕшка еще под дикую кису на смерку залетела. И Дакота приняла решение пойти пушить. Почем зря, Клефа ее закрывает. Лера, правда, разменялась. Лера вообще какая-то безумная девчонка. Она летит вперед. Ее вообще кто там, что там, я не спрашиваю. Сколько вас? Я спрашиваю, где вы? Просто полетела вперед, попыталась найти еще фраги. Но, тем не менее, по Эмили накинула дамага. И на этом ее усмирили. Мэл, Мэл тем временем играет на прием. Но слишком много соперниц на верхней тумбе. Ее контрят моментально. Атланта вместе с Тринити. Опять же вдвоем попытаются перевернуть исход. Давайте за Тринити посмотрим. Ай-яй-яй, там дроп под Атланту был. Все-таки на семерку. И Атланта находит килл. Клефа дает информацию, что соперница закрывает. Сейчас позиции Б сайта. Если честно, он думал, что будет смещение. Но нет. Смещение на данный момент не наблюдается. И у Тринити была задача, я так понимаю, дать хотя бы один килл. И у нее была информация, что Эмили битая. То есть она накинула дамагу немного по Клефе. Поняла, что это не рыдовая соперница. И стала, в соответствии, переходить прицел. Выход от Атланта имеется. Но Клефа может здесь поставить пачку. Но может, но не делает. Атлантида. Есть хэдшот. И это... Атланта. Атлантида. Аталанта. 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 Ну ладно, 3-0. Прошу прощения, ребят немного оговорил. Атлантида. Не знаю, почему Атлантида. Аталанта, меняй никнейм. Что ты... Аталанта. Была же девочка с таким ником. Атлантида? Да. Да, была. Была. Это не она? Нет. Может, 3-нейм? Нет. Решила такая. Ну, Атлантида, это скучно. Давайте поменяем немного куклы местами. И будет Атланта. Ну ладно. Опять же. Уже залетает дамаг по Венере. Залетает дамаг по Клефе. И они, в принципе, на пару тычек остаются. 52 и 54% здоровья. Но, я думаю, эти 2% особо погоды не делают. Очередная попытка дропа на семерку. Но не знаю, зачем. В принципе, это не работает. Выйти на Аплэнт не удается. Ну, окей, удается. Но удержать его не получается. Позиции Б сайта также проваливаются. А Тринити тем временем даблкил имеется. Есть информация, что соперница смещается на 7. Ну и здесь Тринити, я так понимаю. Идите, идите сюда. Сейчас буду дальше рубить. Ломайте. Но все-таки накидывает дамага еще по своей оппонентке Дикой Кисси. 80 кп и оставляет. Но против снайпера здесь тоже все довольно неоднозначно. Докоту тем временем смещают на прием верхние тумбы. И здесь же находится Венера. Венера дает информацию, что ВТ занимается. ВТ контрится. Но выйти сюда будет сложнее. ВТ это, опять же, позиция, где вот они в районе тройки будут явно толпиться. Они будут мешать друг другу. И в соответствии Дуал здесь просто может стрелять зажимом. Без разницы, что там, куда там полетит. Не контрить эту отдачу. Но вот по Дикой Кисси. Опять же, есть инфа. Но пока эта инфа безуспешна. Она ничего не дает Докота. Что это за вантап? Хорошо, есть минус. Ну и Эмили вместе с Венерой. Выход имеется под Докоту. Докота еще один килл. И нет. Третьего не будет. Почти. Аталанты. Находит минус. Это 4-0. Ну, видимо, камбэку свершится, хотел сказать. Видимо, камбэк нам не стоит с вами ожидать. Ну, может быть, пару раундов вырвут. Но пока что доминация тотальная. Команда Икс Год. Они, если даже и допускают на бомбсайт, то это проходит в тех случаях, что Икс Годы просто отходят и ждут тиммейток на смещениях ЛП. То есть удержание Планетая вообще никак не идет. Ну, вот опен фраг имеется. Давай, Несса, с тобой порассуждаем немного. Вот этот раунд 5 в 3. Могут ли затащить? Если да, то при каких обстоятельствах, типа, что им нужно делать сейчас, чтобы не потерять это преимущество? Им нужно просто забрать альфу и удержать ее. И не идти за фрагом, как они обычно это делают. А почему не Б? Ну, смотри. На Б у нас, во-первых, на ВТ стоит Дакота. А, ну это да. Это раз. Во-вторых, там у нее еще на ВТ стоит ВИТа. То есть на Б они всякой не смогут пройти. Их примут сразу же. А альфу занять, в принципе, возможно. Окей. Альфа уже занимается. Альфа занимается. Дакота полетела вперед на перестрелку. Мел оставили одну. Мел находит минус. Да ладно, еще и на Виниру могла перевестись. Но здесь снайпер. Снайпер будет контрить. Эть, 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 дикая киса не поймала. Не поймала свою соперницу в прицел. Мел находит даблкил. И смещается тем временем под мидл. Она вообще не стесняется своих оппоненток. Она просто летит вперед на эту перестрелку. Но здесь уже Клефа с уашками принимает. Усмирила ее немного. Ну и все-таки раунд забирается для команды NoSkilledWomen. Окей. Сейчас раунд забрали. Но там, в принципе, по выводам, то, что 5 в 3 ситуация, было понятно. То, что да, здесь все шансы имеются. Второй раунд. За счет чего могут взять? Как надо его начать? Как бы ты его начала с командой? Давай так. Я бы вообще заходила, в принципе, в альфу. Потому что можно откинуть девятку и прийти тоже самое НТ. Просто сколько раз я наблюдала за ними. Они или откидывают девятку, но поздно, или не откидывают. То есть у них вот так вот. Получается, у них девочка одна идет на НТ, и ее просто до кота принимают. Или тринити размениваются. То есть там одно из двух. Хорошо. Если бы они в альфу заходили, в принципе, они брали браун. Ну, у них были попытки выхода альфы. Но, знаешь, мне кажется, они когда по первой, второй попытке, да, наверное, при выходе в аплейнт, они провалились. Они аплейнт, как таковой, уже перестали расценивать. Они постоянно пытаются открываться на верхнюю тумбу. Пытаются искать здесь фраги. Ну, вот имеется минус по алкоголичке, имеется минус по клейфе. Алкоголичку, опять же, контрят как-то слишком быстро, слишком агрессивно именно на этой карте. То есть если по деловому центру мы действительно могли сказать, что, о, алкоголичка, да что раздаешь? Здесь пока что ее контрят налево и направо. И вот этого мува я сейчас не понял. Мел стрелялась против Эмили. Венера сидела рядом. Венера могла отдать саппорта, но, тем не менее, она дождалась, пока законтрит Мел ее тиммейтку. И только после этого выходит. Да, возможно, она пыталась сыграть на размен. Возможно, она хотела здесь не дать собрать в линию. Но можно было бы сделать выход из-за угла с прыжка с именно перил. Ну и в соответствии там уже линии никакой бы не было. И Мел либо бы потеряла весь выход с бар, либо бы пришлось ей отходить. И тиммейтка бы осталась в живых. Но, тем не менее, продали. Продали. И Дикая Киса пытается искать фраги. У нее это удается. Аталанта тем временем. Находится в районе бокса. Находит минус Мел вместе с Аталантой. И Дикая Киса одна против двоих. Есть инфа, что и на девятке сидит соперница, и что под Аплэнтон сидит соперница. Аталанта прекрасно понимает то, что Дикая Киса тем временем идет на сокращение дистанции. Но на питон. На питон умница. 19 хп остается. И теперь против Мел может вполне сыграть. Точно так же на питон. Но бомба была установлена. И я так понимаю, попытается играть на Кемпу. Но ничего хорошего из этого не выходит. Мел отправляется с префом. Точнее, открывается с префом. Это 5-1 первой половины. На Люксвиле. Но игроки команды Икс Год, конечно, здесь не простили. Не простили. И мы будем с вами отправляться на смену сторон. Конечно, уже не то, что с меньшей надеждой. Но оборона может. Оборона может на Люксе тащить. И девчонки команды NoSkilled Woman, они в принципе уже показали то, что они далеко не проседают по скиллу. Я очень надеюсь, что сейчас там тильта как такового нету у команды NoSkilled Woman. Им тильтовать это все равно, что самим себе копать яму, так скажем. Если они тильтуют, они никак не смогут дать бой своим соперницам. Поскольку девочки команды Икс Год это явные фаворитки легендарного дивизиона. Ну все, девчонки. Вот я опечатывался со своей командой в группе, когда писал. Я же говорил, я не просто так эту точку после Икса ставлю. Не потому, что вам пора в легендарку. Давайте. Легендарный дивизион я ошибся. Конечно же, фаворитки женской лиги. Ну и на данный момент девчонки из команды NoSkilled Woman должны понимать. Если они тильтуют, они не перестреливают. Все. Математика проста. Математика проста. Икс Годы Атака. Икс Годы Атака. Будут откинуты ХЕшки. Уже, в принципе, они откинуты. Но здесь в ответ по СБТ залетает ХЕ. На С5 работает. Кстати, давайте посмотрим С5. Так, ну тройку здесь уже могли разминировать. Я ее просто не успел зачекать. В любом случае, верхняя тумба чиста сейчас в плане С5. И можно спокойно пытаться заходить. Но здесь ХЕшки продолжают лететь в ответ. И пока что без размеров. Но, правда, дамаг залетел по алкоголичке и Дикой Кисе. Причем дамаг, ну, я бы не сказал, что летальный, но критический. Там 11 хп буквально на одну тычку. И Венера будет в упоре играть на прием. Так, есть пачка. Но Дакота разменивается. Прошла. Прошла у нас серия разменов. Дикой Кисе, несмотря на свой холстбар, находит еще один фраг по Дакоте. И от Мелл. Смещение тем временем с ланга. Ай-яй-яй-яй. Эмили, Эмили на ланге. Висит уже все. Готова принимать. Но пока что Мелл не накинула по ней дамага. И принимает решение уйти. Но вот, кстати, она была на косом. Ты бы отошла на ланге или попыталась пройти мид? Я бы лучше отошла к своей тиммейтке. Лучше играть вместе. То есть то, что сейчас делает Мелл. Да. Она правильно делает. Угу. Хорошо. Ну, мне КВшнику не понять. Это понятное дело. Дроп на нижний. Нет, ну вообще можно было по-другому отыграть. Нет, да понятно, что можно было. Но здесь, опять же, второе решение, да, допустим, пройти на мид, вот оно дает, так сказать, 50-50. 50 на 50. Прошла, нашла фраг, выжила отлично. Но атак сместилась к тиммейтке и все замечательно. Но упор тем временем играет Клефа. Но, тем не менее, это ей ничего не дает. Мелл сразу же ставит ей хэдшот. И Эмили вместе с Дикой Кисой готовы атаковать через мидл. Но там на девятке находится соперница. И еще плюсом с НТ будет спрей. Как выходить Дикой Киси с кемпой я просто не представляю. Ну вот, пожалуйста, здесь смена сторон. И сразу же раунд забирают для себя, девчонки, команды Икс Гот. Это 6-1. Ну и если сейчас команда NoSkilledWomen раскидывает своих соперниц и берет пятерку, увидим доп. Но до этого еще нам с вами надо дожить, так сказать. До этого еще надо увидеть. Но в любом случае этот матч для команды NoSkilledWomen будет не последним. Сегодня у нас три матча, дорогие друзья. В 21.40 будет полуфинал сетки Лузеров. То бишь отсюда из этого матча Икс Гот и NoSkilledWomen кто-то отправляется в нижнюю сетку. Из матча Burning Blades против команды Сахарки тоже кто-то отправится в нижнюю сетку. Ну а там уже посмотрим, кто получит шанс побороться в очередной раз за выход в гранд-финал. Сетка Венеров у нас будет отыграна завтра. Ну и в соответствии финал Лузеров также будет отыгран завтра. Так, ну что, нарейдили Клефу. Нарейдили Клефу, надо играть ей аккуратнее. Ну естественно, то, что здесь она занимает уже более такую суевовую позицию для себя. Дикая киса, молодец. Закрывает здесь Тринити. Та даже среагировать на нее не успела. Ну и смещение опять же имеется под Венеру вместе с Эмили. Почему одиночные Ванны? Уже все потеряла Венера? Серьезно? Ну здесь просто толпой защемили. Естественно, то, что в руках были дуалы. И как бы заивейдить дуалы это было бы очень сильно. В соответствии не получилось. Дикая киса одна против двоих. Есть инфаркта на Лангенах, в рецемель. Ну и Аталанта сейчас ставит бомбу под Аплэнтом. Опять киса осталась. Ну да, и вот слушай, ей вообще не везет именно в этом плане. Она вроде как и снайпер, но она постоянно остается, так сказать, на роль клатчмейстера своей команды. Нашла Мэл и промахнулась. Промахнулась. Здесь пытается играть на пиксель, но мне кажется, Мэл сама должна понимать, что соперница будет пытаться словить ее где-то в более таких неудобных моментах. Ну и все-таки открывается на перестрелку спокойно и находит еще один фраг. В соответствии команда Икс Год берет очередной раунд. Но это победа. Это победа 2-0 по картам. Ну и мы будем доигрывать сейчас уже, так сказать, формальные матчи, формальные раунды. Но выход на лонг, я так понимаю, здесь уже никто ничего бояться не собирается. Девчонки обороны сами уже полетели вперед. Но Лера находит еще один минус. Она закрывает клеву, опен фраг. Ну и будет с этого как раз-таки легче отыграть сейчас девчонкам команды Икс Год. Хотя Венера говорит, так, Мэл, ну ты че, ну куда там полет? Все хорошо. Я на месте, батья, в здании идет разносить. Даблкил. Ну и смотрим. Эмили. Прием нижней тумбы. Ну вообще вот давай мы сейчас с тобой немного уже отпустим в целом эту ситуацию на карте. Новый формат женской лиги. Да, вот и легендарного дивизиона в целом. Как он тебе вообще? Вот вы с командой по-любому должны были обсуждать этот формат и как-то готовиться под него по-новому. Мне нравится. Потому что правила такие на мировом, почему бы не везти у нас? Чтобы была какая-то подготовка. То есть, если это на мере, то это ок. А вот именно в плане удобства, оно облегчает задачу вот именно для выигрыша или наоборот усложняет? Вообще усложняет, потому что некоторые, допустим, команды, да, они за одну сторону играют хорошо, а за другую плохо. И то есть, они могут спокойно 0.5 проиграть и также 0.5 выиграть. То есть, это будет ничья, они там будут бесконечно играть топы. То есть, когда было 10 раундов, было как-то полегче немножечко играть. То есть, извини, что перебил. То есть, ты знала, что вот у тебя еще там несколько раундов где-то позади, да? И ты можешь еще как-то здесь, так сказать, попидеть гадкун, можешь еще поиграть, можешь испустить ошибку, а здесь уже такого нет. Да, сейчас очень-очень много ответственности за каждый раунд буквально. Ну так, так. Я вот лично эту ситуацию рассматривал для себя, то, что это немного, но облегчение. 5 раундов забрал, ты просто отыграй грамотно следующий раунд на смене сторон и все. От тебя уже ничего не требуется. В целом, вот смотри, сейчас ты, когда забираешь раунд 2, да? Вот, допустим, 5-1 сыграла первую половину, 5-2 сыграла вторую. Все, ты точно победительница на карте. Ты для себя, вот лично и для команды открываешь какой-то карт-бланш на дальнейшее действие на карте. То есть, вы начинаете бегать уже, обсуждать что-то иное, там, следующую мапу, да, там, и так далее. Но вы выиграли, вы выиграли, и будете ли вы париться над следующими раундами, или будете играть их на релаксе? Ну и будем париться. Почему? Любой раунд. Ну ты шо? Как можно отдавать раунды? Нужно играть серьезно? Самое дорогое это раунды, да? А. Ну хорошо. Но я бы, окей, я соглашусь, что надо бороться за раунды, надо потеть дальше. Но в эмоциональном плане, мне кажется, все-таки это отпускает в целом игрока. То есть, вот все, так, парни, раунд, раунд, раунд берем, все, победили. Все, вы берете этот раунд, вы действительно победили. И здесь, мне кажется, уже эмоциональное состояние, знаешь, ну где-то как на праках, да? Такое должно быть, нет? Ну да, есть немножечко такое расслабление, что уже выиграли. Но все равно раунды отдавать не хочется. Вроде как расслаблены, но все равно играем, да? Ну понятно, понятно, что жадно, жадность внутри говорит. Ну что, мы кому раунды будем отдавать, мое, все мое. Ну ладно, тем временем, дорогие друзья, мы вернемся к игре. Здесь, опять же, девчонки команды XGOD берут для себя преимущество. Клефа находится на смещении, но она не ожидала, что Дакота будет принимать ее по восьмерке на упор. Ну и вот вам, пожалуйста, четвертый раунд имеется также для девчонок команды XGOD в атаке уже. 4-1 девочки отыграли для себя. Ну и в соответствии здесь до пятого раунда остается рукой подать. И девчонки команды No Skilled Woman, я так понимаю, пытаются играть довольно агрессивно на лонг, но особо импакта им это вообще не дает. Дикая киса, опен фраг, но дикая киса попыталась сыграть агрессивно на шорт. У нее это удалось, плюсом саппортом был штурмовик. Этот выпад на шорт был, ну, действительно неплохим. Действительно неплохим, сыграли здесь на аркаду и сделали все грамотно. Дикая киса продолжает щелкать фраги, находит еще один фраг, прибывает мел. От Леры был минус, но Лера идет разносить вместе со своей тиммейткой Дакотой на верхнюю тумбу. Давайте с Дакотой посмотрим. Дакота, есть минус по Эмилии, дикая киса, очередной фраг. Это три полкил в исполнении снайпера команды. Ну и здесь Клефа за спиной. А мы... А Лера слышит, слышит или нет? Слышит, слышит она Клефу и просто накидывает по той дамага. Это все-таки 5-1 по второй половине. Ну и 10-2 в общей сумме. Люксвильд для нас с вами заканчивается. 2-0 победа девчонок команды XGOT. И они...